Привет всем из Токио! Вы на канале о моде, красоте. И сегодня в этом видео у нас с вами будут распаковки от бренда Hermes. Покажу вам не только одежду и аксессуары, но и сумочку. Вторую сумочку. Биркин, которую мне удалось купить в бутике. Сейчас вы видите кадры в черно-белом цвете. Пишите в комментариях, какой цвет, как вы думаете. Попробуйте отгадать. В бьюти-части этого видео посмотрим красивые нюдовые помады, японский коллаген для красоты кожи и люксовую уходовую косметику от японского бренда Dr. C. Labo. Пообедаем вместе с вами в императорском отеле. Посмотрим, как готовит повар. Приятного вам просмотра! В центральном районе Токио, Гинза, много разных бутиков. В том числе многоэтажный дом Hermes. Как раз мы сейчас с вами его проезжаем. Но сначала мы с вами отправимся на обед в императорский отель. Приветствую вас, друзья, еще раз. Еду, снимаю, прекрасная погода. И только сейчас заметила, что мы проехали поворот. И водитель меня возит кругами вокруг парка. Ну вот, в итоге мы подъезжаем. Он выключил счетчик заранее, конечно, но странное какое-то такси мне попалось. Ну, в общем, мы с вами в императорском отеле, друзья. Показываю вам свой образ дня в черно-розовых цветах. При входе всегда сезонные красивые цветочные композиции. Ну, а нам с вами на 17 этаж. Ресторан Тепаяки называется Камон. Японские рестораны Тепаяки оборудованы специальной плитой, которая называется Тепан. Это фартуки для посетителей, суп с пенкой капучино. А это свежайшие овощи, мясо, морепродукты, которые будет готовить повар. Вначале подают закуски. Буду показывать вам блюда. Сегодня нам с вами попался очень симпатичный повар. Девушка. Это большая редкость. В основном в таких ресторанах Тепаньяки готовят мужчины-повара. Рыба с хрустящей корочкой готова. Ну, какая красота, посмотрите. Дальше повар будет готовить японскую мраморную говядину. Я заказала средние прожарки. Мягчайшее, очень вкусное японское мясо. Подают его вместе с рисом. Я, правда, рис сейчас не ем из-за диеты. Но вам покажу подачу. Также японские соленья и небольшой мисо-суп. К мясу соус, соль, перец, натертый острый хрен, васаби и дайкон. Вот такое меню обеда. Все было очень вкусно, безупречно. И вот десерт. От десерта я не откажусь. Тем более я уже похудела настолько, насколько хотела. Килограмм мусс, меренги с мандарином. Очень вкусный десерт был легкий. В ресторане посетителей было очень много иностранцев. Сейчас границы уже открыты. И туристов, конечно, очень много в Токио. Мы с вами находимся в парке, рядом с императорским отелем. Хибия Куэн называется. Здесь очень красиво. В июне месяце цветут гортензии. А с конца июня и июля начинается уже жара. Даже в сезон дождей часто бывают солнечные дни. А дальше у нас с вами будут модные распаковки. Оранжевые пакеты от Hermes. Посмотрите, какая красивая круглая коробка. Так упаковывают головные уборы, шляпки. И в прошлом видео вы могли уже видеть на мне эту шляпку. Обещала вам ее показать. Давайте посмотрим быструю видеораспаковочку. Внутри коробки описание и карточки. Вот такую шляпку я выбрала. Сейчас они представлены в нескольких цветах. Вернее, цвет шляпок не отличается, только сама лента. У меня в розовом цвете. Под цвет моей сумки Биркин в ярко-розовом цвете. Также в бутике была представлена зеленая лента такая шляпка. Я мерила два размера. Этот большой 58-й. Если закалывать, собирать волосы, то лучше размер побольше брать. На один меньший размер мне был как раз, но впритык. Я решила взять на размеры больше. Вот такая симпатичная летняя шляпка. Но я сегодня как раз отправляюсь опять в бутик Hermes. Надену шляпку. Давайте накрасим губы. Вот такой потрясающе красивый нюдовый оттенок. Помады от бренда Canebo. Номер 161. Энруш линейка называется. Это кремовые, очень приятные помады. Они без запаха, без вкуса. Мои самые любимые нюдовые оттенки. Недавно показывала вам в магазине. 161-й бежевый, который сегодня у меня на губах. 152-й, вот такой вот розово-коралловый, теплый, нюдовый, тоже очень красивый. И 160-й. Один из моих самых любимых. У меня есть все три этих оттенка. Он более розовый, припыленная роза, светлый. 160-й цвет. Тоже часто им пользуюсь. Слева сводч розовый, припыленная роза 160. И справа 161-й цвет, который сегодня на мне бежевый. Ну что ж, друзья, я оделась. Покажу вам образ дня, летний, светлых, кремово-белых цветах. Новая шляпка. И отправляюсь в бутик. Па-пам! Что вы видите на экране? Пакетик Hermes с новой сумкой. Вы себе не представляете. Я чуть в обморок в бутике не упала. Сколько времени прошло с покупки первой сумки? Это был апрель, май, июнь. Два месяца, друзья. Через два месяца мне удалось купить в бутике вторую сумку. Я не поверила своим глазам. Давайте вместе распаковывать. И вы можете видеть мое довольное лицо в реальном времени. В общем, что было. Вчера мне позвонил консультант. И сказала, что пришли мои вещи. Кое-какие, которые я заказывала раньше. Их не было в бутике. Но их мы потом с вами распакуем. Давайте сначала сумочку. Ну, в общем, я сказала, что приду завтра. То есть как раз в этот день. И зарезервировала время, когда я приду. Обычно я просто захожу в бутик примерно раз в неделю. Чаще всего к своему консультанту. Но иногда бывают исключения. Вот шляпку, например, я купила у другого консультанта. Не у своего. Потому что получилось, что в тот день она не работала. А я не знала. Но это было в том же магазине. Я вам рассказываю всю историю покупок. Потому что знаю, что многим интересно, как купить сумку именно в бутике. Потому что это огромная редкость. Сейчас их так мало. И они настолько популярны, что за ними охотятся во всем мире. В Париже сейчас очередь. Каждый день тысячи человек резервируют очередь, чтобы иметь возможность попасть только в бутик. И только десяткам приходит ответ. Подтверждение на посещение отдела кожаных товаров Эрмес. И то это не гарантия, что предложат сумку. Многие уходят без сумок. Ну что ж, открывая сумку, посмотрите какой цвет. Помните, я вам говорила уже сто раз, что хочу сумку в цвете голда с золотой фурнитурой. Ну, в общем, говорила я это не только вам, но и своему консультанту. Каждый раз, когда заходила в Эрмес, когда она достала сумку вот так из пакета. Сантиметров на 10-15. Вот так ее было видно. Я вижу этот цвет, эту фурнитуру. Ну, в общем, друзья, это то, что я хотела. Стопроцентно совпало все. Размер сумки 25, биркинг. Цвет называется голд. Вот такой коричнево-карамельный. И фурнитура золотая. Кожа Тогу. Стопроцентное совпадение во всем. Как она приятно пахнет. Новая сумочка. Я не могу сказать точно, заказали ли эту сумку для меня. Или это действительно совпадение. Но в такое совпадение сложно поверить. Хотя, в принципе, это классический цвет, который иногда производится. Конечно, чаще, чем редкие, яркие цвета, необычные. В Hermes можно купить две сумки в год. Модели Биркин и Келли. Это две самые популярные модели. И получается, что план я выполняла уже в июне месяце. Купила за полгода две сумки. Больше мне в бутике на мое имя не продадут в этом году. Но вы посмотрите, какая милашка. Как я ее хотела долго. Но хотя, знаете, как долго. Не так уж и долго. За зиму я хотела сумку и начала действовать, совершать покупки в бутике. Выбрала себе приятную девушку-консультанта. И бутик, который мне нравится. В Японии много бутиков Hermes. И не нужно резервировать время для посещения. Ну, в общем, пока мы с вами распаковываем сумочку. Посмотрите, все в пленке. Вся фурнитура, металлические детали. Как красиво золотой цвет металла сочетается с цветом теплым сумочки. Он потрясающий. И как этот цвет подойдет к моему гардеробу. Ну, в общем, как я вам рассказываю, так же я и говорила консультанту. Надев одежду в таких цветах, бежево-черно-белых, карамельных, как бы мне идеально подошла сумочка. Так же я покупала вещи в этом цвете. Ремень, обувь, палантин, шарф. И она уже знала наизусть, что именно я хочу. Больше всего какой цвет. Она вынесла ранее мной заказанные вещи. Кое-что из посуды. Потом покажу вам в другом видео. И еще одна пара обуви, которой не было в моем размере. Можно было ее заказать. И я ждала, наверное, месяц. Вот в этот день вот такие у меня планировались покупки. И вдруг она говорит, что-то есть у нас подходящее вам. В зале они сумки не показывают. И она просит пройти в примерочную. Ну, в общем, я когда увидела это, у меня был такой шок. Это не то, что, наверное, подходящее. Это подходящее 100% во всем. Ну, в общем, я очень рада, конечно. Это идеальная покупка на долгие годы. Вложение денег, конечно, когда покупаешь в бутике. Потому что эти сумки перепродают в три раза дороже. Они очень популярны сейчас. Я стала хорошим клиентом в бутике бренда Hermes. Как видите, мне свободно стали предлагать сумки. Следующий этап, наверное, это уже полный заказ сумки. Когда можно выбрать цвет, фурнитуру и изготовить комбинированный, например, вариант на заказ. Наверное, этого нужно ждать в следующем году. Потому что в этом году я уже две сумки купила, получается. Сейчас меня пригласили, предложили изготовить перчатки на заказ от Hermes. Я очень рада, потому что как раз хотела купить еще перчатки от Hermes. Они будут изготавливаться несколько месяцев. И потом, когда придут в бутик, я вам их обязательно тоже покажу. Из новостей комплектации с июня месяца 2023 года в комплект к сумкам Birken не входят дождевики. Это во всем мире вот такая информация. Также с 2023 года, это я вам показывала уже в предыдущих видео, входят карточки, на которых написано, что продукция Hermes для частного использования, не для перепродаж. В комментариях многие возмущались по этому поводу. Конечно, это не означает, что вы не можете продать вещь, которую купили. Если что-то не подошло, и какой-то один из шарфиков, или ремней, или обуви по какой-то причине не подошли, конечно, можно продать. Никто на это не обратит внимания. Но если, предположим, покупать вещи и сумки, и потом ни разу не приходить с ними в бутик, конечно, там могут заподозрить, что покупки совершаются для перепродажи, с целью перепродажи. И, скорее всего, не будут предлагать больше популярные модели сумочек. Сейчас я вам показываю видеораспаковку вещей, которые я покупала еще весной. Забыла вам показать. Кое-что из одежды и заказывала ремешок Келли в цвет сумки. Заказывала давно и ждала несколько месяцев. А это свитшот, который мне понравился из мужской коллекции. Я его померила в бутике и купила весной. С удовольствием его носила уже, пока было прохладно. Кожаные детали, изображена лошадь. Свитшот красивый очень оттенок, освежающий мне такой идет. И я подумала, что ничего страшного, что это мужская коллекция. Выбрала большой размер XL. Мне были очень длинные рукава. И я попросила в бутике отрезать их. Давайте посмотрим, сколько сантиметров я отрезала. Примерно 10, наверное. Ну, потому что это мужской XL размер. То есть, получается, он на мне очень большой. Ну, да, сантиметров 8 примерно. Ну, в общем, он смотрится оверсайз. Отлично сочетается с узкими брюками, с брюками в обтяжку. По поводу покупок, еще мои наблюдения. Говорят, например, что кожаные изделия, другие модели сумок, кошельки не входят в так называемую историю покупок. Возможно, да, я точно не знаю. Я не покупала такие изделия. Мне показалось, что очень ценится, что вы просто совершаете покупки для себя. Покупаете один и тот же размер обуви, например. Ставите профилактику на нее в бутике. Отрезаете рукава, как, например, на этом свитшоте. Ну, то есть, понятно, что вы планируете эту вещь использовать, носить, а не продавать. Что покупаете для частного использования? Показываю свитшот. Носила его весной. Как раз, вы знаете, у меня была поездка домой в Москву. Очень красиво смотрится, освежает. Я люблю этот оттенок, поэтому с удовольствием носила. И вторая коробочка. Мои весенние покупки. Это был ремень. Очень популярная модель. Келли называется. В бутике они бывают крайне редко, но их можно заказать. Я заказала и ждала несколько месяцев. Заказанные вещи, когда приходят, на коробочках написано имя. Их высылают не из другого бутика, а с главного офиса Hermes. А вот насчет сумочек, не знаю. Как вы думаете, была заказана эта сумочка для меня или это случайность? Пишите в комментариях. Да, я прошу прощения, если вы не любитель бренда Hermes. И вам неинтересно, как купить сумочку. Значит, это видео не для вас сегодня, но на канале у меня много подписчиков, кому интересна эта тема и просят меня рассказать более подробно. Итак, ремешок за замочком Келли. Цвет кожи голд, а цвет металла это розовое золото. Его я приобрела, предварительно заказав, говоря при этом консультанту, что подойдет к моей будущей сумочке Биркин в цвете голд. Ну, в общем, вы поняли, я там, наверное, всех достала с этой сумочкой. Но консультант у меня очень веселая девушка, шутки понимает. Поэтому весело совершать покупки в свое удовольствие. Тем более вещи такие все качественные, очень хорошие. А вот этот ремешок на экране в цвете Etub. Перед этим я вам показывала уже распаковку его. Купила его зимой, случайно попался в бутике. Может быть, когда-нибудь в цвете Etub тоже приобрету сумочку. Но она у меня не на первом месте, а примерно на четвертом. По желанию, давайте распакуем коллаген. Это японский коллаген, ферментированный из плавника акулы с жемчугом. Очень действенная пищевая добавка для красоты кожи. Марка называется Ginza Tomate. Это самый лучший коллаген японский. Внутри входят вот такие стики с очень вкусным желе. В день можно принимать от одного до трех штук. Я обычно пью по одной штуке. Начала пить давно, уже много лет назад. В Японии рекомендуют принимать коллаген понемногу, начиная с 25 лет. Ну а после 40 он, конечно, просто необходим для красоты кожи, для суставов. Коллаген из плавника акулы намного лучше усваивается организмом, чем обычный коллаген из рыбы. Он более действенный. Сейчас на экране вы видите обычную версию коллагена из плавника акулы с жемчугом. Не ферментированный. Он чуть дешевле, но он тоже очень действенный. Я его всегда пила раньше. И сейчас, конечно, тоже пью. Но вот несколько лет назад вышла эта новинка. Ферментированный коллаген. Он еще более действенный. 2000 мг коллаген, хондроитин, гиалуроновая кислота, витамин С и пудры из одной жемчужины. Жемчуг Акоя японский. Самый лучший. В одном стике. Стандартная версия дозировка 3000 мг коллагена из плавника акулы. Но считается, что этот более действенный, лучше проникает в организм, здорово улучшает состояние кожи, омолаживает ее, делает более сияющей. Также, конечно, для суставов. Вот такие были весенние покупки, друзья. Ремешок в цвете голд. Тоже показывала вам. К платью хорошо подходит. Ну и, конечно, теперь к моей новой сумочке. Цвет металла на ремешке это розовое золото, а у сумки золото, просто желтое. Такое вот отличие. И ремешок выполнен из другого вида кожи. Красивые вот эти ремни. Много подо что подходят. Я часто ношу босоножки. Тоже в похожем цвете. Покупала тоже несколько месяцев назад, с теми же словами, под мою будущую сумочку. На этих босоножках не было фурнитуры золотого цвета, к сожалению. Но по цвету они подходят. К моей уже сейчас реально купленной сумочке. Профилактику ставила на эти босоножки. Ну, в общем, да, вот такая вторая удачная покупка в этом году. Можете выпить за меня еще раз шампанское. Вот это уже действительно сумка, которую я хотела стопроцентно. И размер, и цвет. Все совпало. Став хорошим клиентом в бутике, появляется возможность два раза в год покупать сумки. Модель Келли и Биркин. То есть это очень хорошее вложение денег. Если покупать со вторых рук, как раз те деньги, которые потратили на вещи, получается идут людям, байрам, тем, кто перепродает эти сумки. И они становятся хорошими клиентами, а не вы. Для бренда Эрмес. Но сейчас стало намного сложнее. Все, перепродавать, я думаю, тоже сейчас очень сложно. Потому что, не появившись с новой сумкой, хотя бы несколько раз в бутик, могут заподозрить человека в перепродаже и больше не предлагать сумки. Я читаю разные форумы. Здесь, в Японии, многие из постоянных клиентов не могут купить вторую сумку, например, в год. Также некоторые писали, что их спрашивали. А как вам сумочка, которую вы купили в прошлый раз? Почему не носите? Ну, в общем, сейчас идет активная проверка. Смотрят не только на новых покупателей, но и на старых клиентов. Потому что очень много сумок продается на вторичном рынке. То есть их перепродают. Конечно, подделок очень много. Поэтому покупать на вторичном рынке никому не рекомендую. В Японии тоже недавно был скандал. Мужчина в бутике, уверенный полностью, что его сумка настоящая. То есть, видимо, он ее купил в проверенном для него месте. Оказалось подделкой. Он пришел в бутик, чтобы что-то отремонтировать. А ему сообщили, что ваша сумка подделкой. Был жуткий скандал. Он так кричал, что этого не может быть. Поэтому оригинал можно купить 100% гарантий только в бутике. Это предыдущая сумочка Birken. Первая, которую я купила в бутике в Японии. У меня есть еще одна 30 см. Но я ее практически не ношу. Она уже очень старая. И слишком большая для меня. Поэтому я хотела именно 25 см размер. Он сейчас самый популярный. Их сложнее всего купить. В ярко-розовом цвете, который называется Магнолия. Давайте посмотрим в сравнении. Две сумочки Birken абсолютно одинакового размера. Но посмотрите, насколько они смотрятся по-разному. Карамельного цвета Gold. Кожа называется Togo. А розовая кожа называется Swift. Она более мягкая, деликатная. Обычно из этой кожи Swift изготавливают именно яркие модели сумочек. Мягкая кожа Swift дороже стоит. И эта сумка розового цвета обошлась мне дороже примерно на 1000 долларов. А кожа Togo более прочная. Можно видеть натуральную текстуру кожи. Она более пупырчатая. А Swift, видите, какая гладкая. Togo при покупке стоит дешевле. Но она пользуется большей популярностью. При перепродаже она дороже, получается, стоит. Если смотреть цены на вторичном рынке. Для повседневного использования мне больше нравится Togo. Она более прочная. К царапинам и к дождю. Также сравнение. Замочек я сняла на розовый, потому что кожа очень мягкая. Швы на сумке в цвете Gold. Контрастного цвета выполняются. Вручную, конечно, они более заметные. Что еще я хочу из сумок? Мне нравится еще светлый цвет. Я бы хотела какой-нибудь светлый оттенок с золотом. Кремовый белый цвет. И черного цвета тоже хочу в прочной коже. Небольшую Kelly или Birkin. Но если мой статус, так сказать, коллегента еще больше поднимется, можно будет сделать на заказ, конечно, комбинированные варианты. 2-3 цвета очень красиво смотрятся. Мне нравится. Что еще из нового? Номер 2023 года сумка изготовлена. Номер начинается с буквы B. А розовая сумка была изготовлена в 2022 году. И номер начинается с буквы U. Раньше еще на старых сумках номера писали на ремешке с правой стороны спереди. У меня на старой сумке 30 сантиметров Birkin. А на более новые сумки сейчас номера указывают с левой стороны внутри сумки на ремешке. Как только я приобрела первую сумку Birkin, сразу посыпались рекламные предложения от различных магазинов, байеров, сервисов, которые помогают купить товары Hermes, в том числе сумки, чтобы я платно прорекламировала их сервис. Я, конечно, на своем канале не рекламирую такие магазины, такие сервисы. И не хочу брать на себя никакую ответственность за товары, которые приобретут, возможно, мои подписчики, в случае, если он будет, так сказать, не совсем настоящим. Поэтому я, конечно, не говорю, что это сервисы плохие. Есть очень хорошие магазины, и они продают действительно только оригиналы. Но все равно я не рекламирую то, чего я не знаю и не могу утверждать на 100%. С самого начала ведения канала у меня всегда была такая политика. Я никогда не обозревала, не предлагала вам к просмотру товара с китайских сайтов, сомнительные магазины. Хотя такая реклама всегда хорошо оплачивается для блогеров. Но я этого не делаю. В Японии в бутике оказалось не так и сложно купить сумку. Мне, по крайней мере, может быть, так повезло. Но в целом хочу сказать, что если вы хотите стать хорошим клиентом и приобретать по две сумки в год, нужно просто стать этим хорошим клиентом, ходить в магазин, спокойно совершать покупки, выбрать приятного для вас консультанта, выбирать те вещи, которые нравятся вам, носить их. Как можно чаще бывать в бутике не настолько важна сумма покупки, а больше скорее уверенность в том, что вы покупаете именно для себя. Я вам уже рассказывала, первую сумку Биркин мне предложили тогда, когда примерно я потратила сумму, равную этой сумке. Но я ее не купила, потому что она была большого размера, 30 см, и цвет мне не очень понравился. Далее мне предлагали Келли. Я от нее тоже отказалась из-за размера и цвета. Но в итоге, видите, купила, что хотела. Хотя вначале мне казалось это практически нереальным. Далее в этом видео мы с вами отправимся в магазин, где продают дорогие брендовые сумки. Покажу вам старые кадры, снятые уже год назад примерно. Заходила в такие магазины, чтобы посмотреть размер сумок, какие бывают цвета и, конечно, какая стоимость. Здесь цены в 2-3 раза дороже, чем в бутике. То есть сразу отдаете сумму, практически покрывающую все свои покупки. Теряется возможность приобретать 2 сумки в год по цене бутика. Приобретая сумку в таких магазинах, это уже, конечно, не вложение денег. Но посмотрите, какой выбор, какой ассортимент. Какие есть красивые цвета. Я не показываю название магазинов, но мы с вами заглянем в 2 или в 3 даже магазина. В районе Гинза они очень известные. Я спросила, а как вы подтверждаете, что это сумки все настоящие? Мне ответили, что они проходят проверку. Специалистам, которые работают в этом магазине, ну, в общем, такого уровня магазина, конечно, они не хотят терять свою репутацию. Это магазины, которые десятки лет уже работают. Работают, посмотрите, 3 миллиона 550 йен. Какая дорогая мини-келли, на нее самая большая наценка. Сумки, которые новые, еще с наклейками, они, конечно, очень дорогие. В таких магазинах продаются и новые, и старые, ношенные модели. И в зависимости от этого цена меняется. Модель келли комбинированная, 3 цвета. Также другие товары здесь тоже продают. И вот эти тоже комбинированные модели. Интересно, они изготовлены на заказ? Или это все-таки сезонная модель? В бутике консультант мне сказал, что иногда бывают комбинированные цвета. Ну, в общем, такие сумки можно хорошо поносить лет 10 и хорошо продать. Дороже, чем купили. По поводу настоящие это сумки или нет, которые вы сейчас видите на экране, я думаю, что в таких магазинах 99%, что это все настоящее, конечно. Потому что в Японии запрещена продажа подделок. Шанель здесь также продается. Но всякое может быть. Человек, который проверяет эти сумки, может ошибиться, например. Но плюс в том, что купив здесь, можно пойти в бутик и что-нибудь починить. Или под предлогом почистить сумочку. И вот тут как раз и выяснится, настоящая она или нет. Потому что, насколько я знаю, просто проверку в бутике заказать нельзя. Ну, конечно, в таких магазинах вернут деньги, если что. Потому что такие магазины точно не хотят судов и скандалов. Но все равно стопроцентной гарантии нет. Год назад вот такие были цены. Сейчас, я думаю, что они еще поднялись, потому что было повышение. И заглянем с вами еще в один магазин, тоже очень известный. Мне было очень интересно посмотреть сумки Touch. Это когда используются два вида кожи. Красивая, ярко-розовая мне понравилась. Но я в таких магазинах, конечно, не планирую ничего покупать. Просто ради любопытства и вам показать. Черная классическая Birken. Розовая, точно такая же, как купила я, в два раза дороже. Передается здесь. Пока мы с вами смотрим ассортимент, еще был один вопрос. Возможно ли купить туристу сумку Birken в Японии? Я думаю, что в маленьких магазинах это невозможно. Нужно идти только в один бутик, который находится в районе Гинза. Это главный бутик, это дом Hermes. Там как в Париже, как повезет. Иногда у них есть такие свободные сумки, которые они могут продать непостоянным клиентам. Я пыталась так купить, но во время пандемии. Кстати, в этом видео я тоже еще в маске, потому что видео снимала уже год назад примерно. Но, в общем, во время пандемии туристов было мало. Я пыталась купить сумку Birken или Kelly в главном бутике. Особенно не тратя деньги на другие товары. Мне это не удалось. Но, с другой стороны, купив такую, так сказать, свободную сумку случайно, нет возможности покупать две сумки в год. Поэтому, может быть, и хорошо, что я пошла по другому пути. А для тех, кто приезжает туристом, конечно, есть шанс. В главном бутике иногда бывают сумки. Я лично видела Kelly to go. Видела Kelly в большом размере, крокодиловая кожа. И видела Constance в крокодиловой коже. Она, кстати, была в бутике дня 2-3. Но она дорогая и размер слишком большой был. Ну, в общем, друзья, смотрите. На витрине это съемки уже сейчас. Стоит в цвете Gold Birken. 30 сантиметров. Цена в два раза дороже. Написано, что использовалось мало. Вот эта милашка Kelly нежно-розовый цвет. И вот эта очень красивая. Красно-оранжевый цвет. Почему-то она стоит недорого. Совсем, наверное, она использована. Сильно, но это нужно все смотреть. Может быть, на ней есть дефекты. А вот этот цвет сумки, это Birken, который мне предложили первый раз. Который я не купила. Вот такой цвет был. А это, как у меня, сумочка точно такая же. Birken 25 цвет магнолия. Давайте выпьем чайку из новых красивых чашечек от Hermes. Понравилась мне эта серия. Думаю, еще что-нибудь заказать. Больше всего мне нравится из них пить жасминовый чай. Momo Jasmine. Это персик из жасмин. Чай вот японской марки Lupisia. Ссылки я оставлю внизу под этим видео, где можно приобрести с международной доставкой такой чай. Очень вкусный. Его можно пить и холодным, и горячим. Дальше в этом видео с вами посмотрим еще уход для кожи от японской известной марки Dr. C. Labo. А про сумочки вроде я вам все рассказала. В Японии нет, кстати, системы заказа, как в некоторых европейских странах. Листа ожидания такого нет вообще. Пишите в комментариях, если будут какие-то еще вопросы. А мы с вами посмотрим сейчас уход для лица. Известный японский бренд, называется Dr. C. Labo, выпускает косметику от масс-маркета до тяжелого люкса. Сегодня мы с вами попробуем уход для лица из люксовой линейки, которая называется Genoma. И в ней, видите, есть еще разные серии. Базовое осветляющее средство. Я хочу попробовать вот эту серию. Называется она Dermaseria. Это антивозрастной уход для стареющей кожи. Примерно после 45 лет ее рекомендуют. Здесь есть лосьон, сыворотка, крем. А вот это средство, кстати, в магазине его не заметила. Эта EGF эссенция, она обновилась. Это эпидермальный фактор роста. Я раньше пользовалась и вам показывала. Это одно из самых моих любимых, самых действенных сывороток. Это люксовая линейка Genoma. Dermaseria продается только в универмагах. То есть это такой тяжелый люкс. Посмотрите. Подарили мне зонтик. При покупке на определенную сумму. Резные края марка Antiprima. Написано от солнца и от дождя можно использовать. Вот такой подарок. Да, в Японии очень жарко летом. И такое солнце сильное. Многие ходят с зонтиком. Очищение для кожи. Сегодня с вами попробуем для удаления макияжа средство. Пенка для умывания. Сыворотку с настоящим золотом. Сыворотки очень хорошие в этой марке. Я до этого пользовалась другими. Видите, производство Японии. Люксовая линия от бренда Dr. Silabo. Распакуем, посмотрим. Умывание для лица в золотых коробочках цвета шампанского. Это средство для удаления макияжа. Дальше посмотрим. Пенка для умывания. Которую используют два раза в день. Утром и вечером. Можно просто вспенить ее вместе с водой и умываться. 100 грамм входит вот в такой тюбик. А средство для удаления макияжа 110 грамм. Я думаю, что такие средства более-менее рассчитывают, чтобы они одновременно заканчивались 30 миллилитров. Сыворотка. Посмотрите, какая красота. За золотом. Настоящее золото входит. Это антивозрастной уход. Обещают упругую, сияющую кожу. Блеск, свежесть. Янтарное масло. Комплекс для увлажнения, сияния. Настоящее золото для упругости. Растительные компоненты. И лучшие разработки бренда Dr. Silabo. Давайте по мере использования покажу вам. Я уже все попробовала. Это кремовое средство для удаления макияжа. Наносите сухими руками на сухое лицо, на макияж. Массируете немного. В течение нескольких секунд средство начинает растворять косметику. Удаляет тональную основу, тени для глаз и даже водостойкую тушь. Тает на коже 10 видов восточных растительных масел. И как описывается, что антивозрастной уход начинается уже с умывания. Антивозрастные компоненты для упругости кожи. Входит гидролизованный соевый белок. Кондиционирующие компоненты для кожи. Пептиды. А это умывание. Пенка для умывания. Давайте вместе попробуем. На упаковке с обратной стороны нарисовано, что нужно выдавить 2 см. Я обычно беру даже меньше. И просто с водой вспениваете пенку. Посмотрите, какая мягкая пенка. Получается очень приятный аромат. Умываются таким средством 2 раза в день. Утром и вечером. А сейчас давайте попробуем вспенить более густую пену. С помощью специальной сеточки. Вот такие движения делаете. Как будто стираете. Буквально несколько движений. И образуется очень хорошая пена. В Японии считают более эффективным умывание именно пенкой. Так как текстура пены лучше глубже очищает поры. Приятный свежий аромат. На основе зеленого чая. На влажную кожу лица наносите пенку. Массируете немного и смываете водой. После умывания сразу используется уход. В традиционной японской системе первым наносят лосьон. Далее идет сыворотка и крем. Либо вместо крема иногда используют эмульсию для лица. Эмульсия это облегченный вариант крема. На картинке нарисован поэтапный уход. Из дерма серии антивозрастной лосьон. Потом сыворотка. Есть еще крем для глаз. И обычный крем, который можно использовать утром и вечером. Давайте пробовать лосьон. Я ему пользовалась уже до этого. Очень приятная питательная густая текстура. Чувствуется настоящий антивозрастной уход. Вся эта линейка разработана на основе антивозрастных гормональных исследований женщин. У лосьона очень приятная текстура. Моментально смягчает. Придает упругость кожи. Кожа не стягивает. Увлажненный ухоженный вид. Наношу на лицо и шею. Полноразмерный лосьон 150 мл. Использую его два раза в день. Утром и вечером. Сразу после умывания. Давайте смотреть красивую золотую сыворотку. Дженомер Дермоэссенция. Она называется 30 мл. Входит в этот флакон и использует его тоже два раза в день. Эссенция красоты масляного типа. Защищает кожу, придает сияние, блеск. Входят масла, экстракт янтаря, экстракт розы, ферментированный компонент, полученный из плодов инжира, гидролизованный экстракт соевых бобов и настоящее золото. Первый раз, когда средство новое, нужно несколько раз нажать на помпу. Вот такая красивая концентрированная эссенция. При распределении золотые частицы тают. Масло скользящее, но не слишком тяжелое и жирное. Придает сияние, упругость кожи, увлажняет, питает ее. Я пробовала использовать эту эссенцию утром и вечером. Частицы золота тают на коже, не видны при распределении. Подойдет как антивозрастной уход для сухой, нормальной, комбинированной кожи. Летом в Японии очень жарко и высокая влажность, а зимой наоборот, климат очень сухой. И такая дополнительная увлажняющая сыворотка под крем, конечно, прекрасно подойдет в весенний, осенний, зимний сезон. Сейчас я использую ее только на ночь под крем. Красивый, напитанный, увлажненный, сияющий делает кожу. Зрительно я не вижу блеска от золотых частиц, но кожа выглядит очень ухоленной, увлажненной, более упругой. И в конце уход для кожи традиционно наносится крем для лица. У меня тоже есть небольшая версия, в полном размере 50 грамм продается такой крем. Приятный аромат и текстура. Крем тает на коже, не липкий, не слишком жирный. Очень приятная у него текстура и фирменный аромат. Давайте попробуем, покажу вам его еще раз. Я обычно крем всегда беру лопаточкой из банки. Это хорошая привычка, чтобы туда не попадали бактерии. Вот такая текстура крема. Он очень нежный, тает на коже, описывается как чистая вуаль, которая плавно распределяется. По мере того, как тает, доставляет косметические ингредиенты в каждый уголок рогового слоя. Входят экстракты растительного происхождения, богатые изофлавонами. Экстракт розы, инжира, сои. Для гладкости и упругости экстракт листьев артишока. Экстракт плодов женьшеня и специально разработанные антивозрастные компоненты. Очень приятный крем. Не ощущается тяжелой пленкой на лице. Вроде бы легкий, но в то же время очень питательный, насыщенный. Понравились мне средства из этой линейки, поэтому могу вам смело их рекомендовать. Кому интересно, заглядывайте под видео. Ссылки оставлю в инфобоксе. Люксовая линейка для продажи только в универмагах в Департмент Стоа. Кожа выглядит красивой, ухоженной, сияющей образ дня. Брюки новые купила. Покажу вам в следующем видео. Наверное, мы с вами отправимся в магазин. И покажу вам еще другие модные покупки. Конечно, сумочка со мной новая. Босоножки, как видите, идеально подходят по цвету. Блужка шелковая, бежевый, коричневый цвет. И оранжевый присутствует. И вот этот браслет тоже идеально подошел, вписался в этот комплект. Я надеюсь, вам видео понравилось. Пишите обязательно комментарии. И до встречи, друзья, на следующей неделе.